Привет, друзья! Меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик, и вы на моем канале Сектор Джаза. Одно из самых популярных и просматриваемых видео на моем канале называется «Как научиться импровизировать за месяц». И маленький спойлер для тех, кто еще не смотрел. Но после того эпизода мне стали регулярно приходить и комментарии, и сообщения в соцсетях о том, а что делать дальше, что делать после этих упражнений, и как превратить свои упражнения в музыку. Попробуем с этим разобраться. Напомню, в эпизоде «Как научиться импровизировать за месяц» я рассказывал о том упражнении, которое применяю сам. Я приравниваю каждому аккорду внутри стандарта один лад. Даже если я могу обыграть тот или иной аккорд разными ладами, за одно проигрывание я буду использовать только один лад. И тем самым я делаю одну важную вещь. Я тренирую одновременно свой мозг, свои уши и свои руки, чтобы они работали вместе, и тем самым делаю свою импровизацию более чистой, и в ней становится меньше коричневых нот. Это довольно-таки важно, особенно на первом этапе, и особенно в тот момент, когда вы видите какую-то аккордовую прогрессию впервые в жизни, и она для вас не очень удобна. Конечно, ее желательно вначале пройти именно таким образом. Это упражнение мы можем пройти с помощью гамм, с помощью арпеджио, или с помощью различных секвенций. А теперь попробуем применить все эти знания на практике. Возьмем мелодию, которую я очень-очень сильно люблю. Это джаз-вальс, который называется «Someday My Prince Will Come». И сейчас я буду играть для вас соло внутри формы этого стандарта, используя в основном те или иные инструменты из перечисленных. Но перед тем, как показать вам примеры, я скажу одну очень важную вещь. Я лично пришел в джаз из музыки академической. И я очень часто слышал и на уроках с альфеджио, и вообще на каких-то занятиях, такие слова, как первая, третья, пятая, первая, третья, пятая. И подсознательно я старался слышать именно эти ступени аккорда, и они мне казались самыми важными. Но как только я стал заниматься джазом, я понял, что эти ступени, первая, третья, пятая, совсем не звучат джазово. И в них желательно не разрешаться в первую долю. А куда более интересно звучат такие ступени, как нона, тринадцатая, высокая, одиннадцатая, септима. И надо стараться вести свои фразы и разрешаться именно в эти более богатые и более интересные ступени аккорда. И то же самое с аккордами и доминантовыми. Не бойтесь активно использовать альтерации. Это низкую девятку, высокую девятку, высокую одиннадцатую и низкую тринадцатую. Это ступени, которые создают более интересное, более сильное тяготение, и они, конечно же, сделают более богатой вашу импровизацию. Ну и последнее. Все соло я буду показывать на контрабасе, без какого-либо плейбэка. Почему? На каком бы инструменте вы ни играли. На гитаре, на саксофоне, на контрабасе, на рояле. Вы должны уметь импровизировать и играть свою сольную линию так, чтобы она была самодостаточной. И над этим надо работать. Поэтому я буду показывать все примеры без какого-либо плейбэка. И вы можете оценить, музыкально это или нет. Если не музыкально, смело пишите об этом в комментариях. Мне будет интересно узнать, что именно вам не понравилось. Правда-правда, это важно. Итак, поехали. Первый вариант соло на вальс Sunday My Prince Will Come. И я в основном буду использовать арпеджио. Субтитры сделал DimaTorzok Второй инструмент это хроматизм. Есть знаменитое джазовое правило. Если ваша нота звучит вне аккорда, вы всего лишь на расстоянии полтона от правильной ноты. То есть вам нужно сдвинуться либо на полтона вверх, либо на полтона вниз. И ваша нота будет точно внутри аккорда. Но очень важно научиться этим правилам пользоваться красиво. И для этого, конечно же, стоит играть хроматические ходы внутри стандарта. Например, вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы слышали, я очень часто использовал хроматический ход от третьей ступени к пятой. И это было мной сделано и в мажоре, и в миноре. И это ход, который звучит очень уверенно и очень джазово. Следующий прием, один из моих любимых, это использование широких скачков. Различные широкие ходы на квинту, на сексту, на септиму. Они делают наши соло, конечно, более разнообразным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернемся к хроматике. Я теперь попробую играть хроматические ноты к основным нотам. При этом стараться брать хроматическую ноту в сильную долю. Вот так это звучит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь давайте попробуем соединить хроматику и гамма-образное движение. Что из этого получится? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А теперь я повторю самую важную мысль из предыдущего эпизода про импровизацию. Поете все, что вы играете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА